Я без работы депутат, я готов работать на минимальные зарплаты. Ребята, всем привет, это город Уральск. В общем, что такое депутат городского уровня? Например, город Уральск, многие задаются вопросом, что они делают, например. Вот у нас есть депутат Айсаутов Максат, он как бы независимый. Хотелось бы на его примере показать, многие прям думают, что они зарплаты получают или еще что-то. Поэтому хочется показать именно в том плане, с точки зрения результата, потому что это важно, что такое депутат, его статуса и, конечно, получают ли они какие-то привилегии или зарплату. В принципе, об этом будет ролик. Мы должны контролировать, общество должно контролировать, депутаты должны, мы представители народа, поэтому мы должны контролировать исполнительные органы власти именно. Закон – это орган ГОСТОПУХ, это основа коррупции у нас. По счастью, в нашем Маслихате есть белая ворона под названием «Независимый депутат». Он на последних выборах выиграл выборы не благодаря Нуратану Аманат, не благодаря власти, а вопреки. Зарплату не получаем, мы премии не получаем. Народ думает, что депутаты все получают зарплату. Районный, городской областной Маслихат зарплату не получают. Только получают председатели Маслихата. Я независимый депутат, я беспартийный. Его многие знают в городе Уральске, потому что он гражданский активист. Сам провел выборную кампанию, ему помогали его сторонники. Он ходил, сам расклеивал листовки Айсаутов Максат. И когда надо было заплатить за избирательный взнос 350 тысяч в деньге, у него таких денег нету, он прошелся по своим родственникам, собрал эти деньги и заплатил. И вот он победил. Но победил не благодаря, еще раз говорю. Потому что, чтобы победить, нужно еще проконтролировать выборы, чтобы они были честными. Он на свои избирательные участки, где выдвигался, выставил наблюдателей сильных, обучил их. И они посчитали каждый голос. И на этих избирательных участках выборы прошли честно. Поэтому он сейчас является депутатом городского Маслихата. К Аксату обращаются избиратели, в частности, руководители этого учреждения. Я так понял. Здесь дорога плохая. И просят посодействовать в том, чтобы здесь благоустроили. Да, неделю, два, три раза. Я звонки получаю. Разные вопросы обращают. А основные у нас обращают асфальтирование, детская площадка, спортивная площадка у них, освещение. Разные вопросы. Даже свет отключают, они звонят. Разные мелочи звонят, конечно. Я по силам свою помогаю. Решение, видите, защищаю вам. Президенту Республики Казахстан Тукаевка Суматки-Миловичу. Также просим оказать содействие, возвраты наших вложений в этой организации, в закрытии этой организации, чтобы они не обманывали людей. Виновные просим привилегической ответственности. Есть люди, у которых такое мнение, что люди идут в депутаты, чтобы зарабатывать деньги. Чтобы какие-то там схемы отрабатывать с властью, какие-то привилегии иметь. Вот скажи, на этом фоне ты-то что туда пошел, если ничего не имеешь? Это вот такой вопрос. Я пришел к депутатам, чтобы помогать народу, поднимать их проблемы. Я раньше эти проблемы поднимал в митинге, в пикетах на улице. Теперь хочу внутри, после хата поднимать, хочу изменения было в законе, в положениях наших. Я в основном сейчас 90% занимаюсь социальным вопросом, как депутат. Только 10% наверное политик, даже меньше. Митинг по этому вопросу. Пострадавший граждан, республика, именно города Ураль. У меня вопрос, почему в Аллахинске 3 года уже этот процесс? Постоянно следует у меня, кстати. Все спрашивают, переводят меня, спрашивают. Ты сколько зарплат получаешь? Я говорю, не получаю. Не верит большинство, 90% не верит. Второй вопрос, как ты прошел? Как тебя Аманат пропустил? Я говорю, кандидат Аманат, я победил директора компании. В Уральске это единственный депутат, это Айсаутов Максат, который безработный, который для народа, ради народа, и только ради народа редеет, и за это не получает ни зарплату, ничего. То есть живет, в принципе, на что? На зарплату жены, дети и так далее. То есть человек редеет, как коммунист, редеет за народ. Как человеку отстаивать интересы народа, если не получать хотя бы какую-то зарплату? Понимаете, он уже ездит, он ходит, тратит свое время, жизнь свою тратит. Вот он уже почти чуть меньше полгода, уже как депутат Айсаутов Максат. Вот ты как помощник. Что можешь сказать с точки зрения пользы? Какую пользу уже принес многие обществы? Ну, однозначно, много вопросов, социальных вопросов поднимают. Многие вопросы по поводу асфальтирования и так далее, по школе. Мы вместе везде ходим, в принципе, и одни и те же вопросы поднимают. Также, допустим, взять вот эту Тимир-Масина за посольством улицы. Тимир-Масина. Там же грязь, это после дождя, там болото, люди в сапогах ходят. Вот посольство, даже вот перед российским посольством, раз не стыдно. Лужи, вода и так далее. Вот как раз жители обращались, да? Обращались, жильцы обращались, в письменном виде обращались жильцы. Этот вопрос поднимался, и выки мать. Он поднимал этот вопрос, да? Да. Депутатский запрос сделал, да? Хотя бы асфальт БУ постелили бы там, хотя бы БУ. Ну, вроде бы начальник ЖКХ обещал, что в проект вроде на будущий год внесут. Вот, это одна из улиц, которую, вот, благодаря тому, что ты сделал депутатский запрос, Акимат стал двигаться и вот здесь произвел такой предварительный ремонт, да, Маке? Да, предварительный ремонт. Это капитальный. Это какая улица? Это Кирдерий. Кирдерий, да? Сурово, в общем. Это временные, да, я так понимаю? Это временные, да. На следующий год они в план поставили ремонт этой дороги, да, капитального? Пока нет, но очередь будут обсуждать. А, будут обсуждать, да? Ну, вот смотрите, вот то, что уже сделано, ну, это хорошая дорога даже для временной, да, по-моему, да? Так здесь вообще всю жизнь грязь была. Хоть это. А Тимирмасины вообще не делали, там грязь, в центре города грязь. А там сделали, кстати? Даже старым асфальтом не оцепили. А Тимирмасины что-нибудь еще нет? Через телефон звонили и предлагали энную сумму. Сперва 4 миллиона, потом до 9 миллионов дошло, чтобы Маке, ну, как бы, отозвал свою кандидатуру. Именно после того, как он победил на этих выборах и освободил это место. После выбора ночью, 2 часа ночью, я все протоколы собрал. Мокрый печатался, как положено. Везде 5 участков я выиграл. 2 часа ночи звонит мне, откуда-то, где знакомые люди, мой телефон. Я отключил телефон, ни с кем не разговаривал, я сбыл. После этого, в следующий день, я протоколы сдал в нашем офисе. Туда подошли неизвестные мне молодые люди. Они предлагали, я говорю, Чеха, они предлагают мне деньги. Что я отказался от депутатского мандата. Я говорю, как я? Мне вот все, я выиграю все 5 участков. Они говорят, Маке, остальные 4 себя оставьте, одну дайте, говорит, одну участок. Протокол? Да, протокол. А с какой целью они просили у тебя протокол? Что, мой оппонент прошел. А, да. Прошел. Я говорю, как, я 4 округа участка выиграл, вы одно участок выиграете. А здесь решают количество, говорит. А не перевес бы сделали? Да, перевес бы. Ты бы проиграл, да? Да. Я говорю, как сделаете там перевес? Вам 700... Ну хорошо, ты отказался? Я отказался, нет, говорю. Нет. Второй день. Три дня они меня вот так беспокоили. Ага. Я третий день в поселку шел. Они в поселку меня нашли. Подстепленный. Я категорически отказался. Какую сумму предлагали в этот раз? Последние девять. А первый раз? Первый четыре. Четыре чего? Четыре миллиона. Они словами не говорят. Они... Нокия, где же старые Нокия? Там цифры показывают. Четыре миллиона. Ага. Смотрю, семь миллион потом. А последний день девять. Нокия. Они словами не говорят. Я понял, что они записывают это. Я думал, мне показалось, что эта провокация организовала антикор. Мне показалось так. Это мое мнение там. Я думал, это антикор. Ну а если не антикор, если бы действительно тебе предложили прям деньги, ты бы согласился? Нет. Нет. Никогда я в жизни взятки не брал. Взятки, кредит никогда не брал в жизни. Ага. Да. Поэтому это первый случай в моей жизни. Первый раз такую взятку мне предлагали. Ага. Я сам удивился. Так бывает. А с какой целью ты, как думаешь, вот это все? Два варианта у меня есть. Ага. Первый. Хотели подкупить аммонации меня. А второй вариант это хотели подставить антикор или полиция, или комитетчики, я не знаю. Чтобы вы как кандидат не прошли в депутатство. Да, да, да. Просто получается. Взятки меня хотели подставить. Давай, ну сегодня заняты, завтра тоже до обед заняты. А кто звонит? Директор технической школы. А что у них за проблема? У них проблема, по-моему, асфальтирования. Вот на сессии, в общем, Булатжан поставил вопрос, помощник депутата поставил вопрос о том, чтобы все-таки депутатам городского уровня платили зарплату. Как ты на это смотришь? Ну, там Булатжан поднял вопрос безработным депутатам, как я. Мне это, я ничего не могу сказать. Мне минимальный, устраивает даже. Минимальный, это какая? Сейчас 72 тысячи. Мне минимальный зарплату устраивает даже. Мне не надо такой много зарплаты. Мне деньги не интересуют мою жизнь. В первую очередь, меня интересует общественную жизнь. Общаться с народом, их защищать. В первую очередь, стоит моя цель и задача, это правовое государство строить. Гражданское правовое государство. У нас власти борются не бедничными бороться, а бедняками бороться. Надо конкретно решать, надо признать. Народ у нас плохо живет. У них зарплаты мало получают. Социальный вопрос вообще. Мне кажется, иногда поселок это 90% безработные. Городи, я думаю, половина безработные в городе. И последний вопрос опять от людей, которые недопонимают. Как вы пошли в депутатство? Вы же безработные. Чего в этой жизни вы добились? Вы же безработные еще в депутатство пошли. Какие вопросы вы будете решать, если вы свою проблему не можете решить в плане трудоустройства самого себя? Мне легче было бы свои проблемы решать. Не только до депутатства. Но мне это не интересно. Мне интересна моя общественная жизнь. Работать людьми мне интересно. Я их права в суде защищал, права пенсионеров, права ветеранов, семипалатинских, чернобыльцев. Это моя работа. Мне нравится защищать права человека. Мне больно смотреть. Безработцы массовый характер у нас. На повышение цены идет постоянно. Народ бедный живет. Какой-то 10% хорошо живет, наверное. Мне нравится ходить среди народов, с ним общаться. Вопросы это поднимаю. Я связище звено. Почему нарушаются права заключенных? Как тебя пропустил КНБ? Мне вот эти вопросы дают. Я говорю, ты что здесь КНБ? Я всегда говорю. Как власти допустили тебя? Я говорю, я грамотно организовал эту выборную компанию. Опытные наблюдатели у меня работали. Ну, тебя и знают еще. Да. Общался я. Сам лично ходил целый месяц. С избирателями встречался? Да, встречался везде. Общался, да. Туалеты. 21 веке на улицу ходят они. Ты понимаешь, у людей не сформировалось вот это понятие, да, что человек может работать не ради личного, а ради общественного. У него такой уровень развития уже. Он перешел в другую стадию отношения к жизни, к обществу вообще. Вот, когда-то работал, сейчас вот так работает, помогая людям. Люди не могут понять, как можно работать, при этом ничего для себя не имея, какого-то шкурного. Да. Вот. У меня идея есть. Депутатам района, городской области Масляхат, зарплату назначат, кто безработает. Минимальная зарплата, именно 72 тысячи. Пускай минимальная зарплата депутат живет. Я буду тут так жить. Я этот вопрос буду поднимать в сессии. И говорю, минимальную зарплату посмотрим. Они основном директора предприятия, там, олигархи, депутаты. Я безработный депутат, я готов работать на минимальной зарплате. Ага. Да. И я докажу, как живет народ. Редактор субтитров А.Семкин